4 миллиона человек. Белорусские профсоюзы сегодня одна из самых многочисленных и весомых организаций страны. Поэтому и речь во Дворце Независимости шла не столько о функциях Федерации, скорее о новом взгляде. На что должны обращать внимание профсоюзные лидеры. А еще о своевременной разговоры модернизации. Тем более, что профсоюзы как общественные объединения берут на себя во многом и партийную функцию. Есть две мощные организации в стране. Это профсоюз, больше 4 миллионов, и общественная организация Белая Русь. Они играют и будут играть более такую существенную роль в жизни нашего общества. Поэтому для меня очень важно, как идет структурная перестройка, о которой мы когда-то договаривались с вами. Прежде всего, внизу, как создаются первичные организации на предприятиях частной формы собственности. Как там идет процесс, нет ли торможения. А наверху мы говорили об отраслевых профсоюзах. У нас уж слишком их было много. И тогда был поставлен в вами вопрос об объединении схожих отраслевых профсоюзов. Не 30, там 28, а может быть 16, 14. Как получится. Но так, чтобы это было для дела польза. Главная задача профсоюзов – контроль за условиями труда, зарплатами, занятостью – остаются актуальными. Но с учетом того, что в федерацию входят 95% экономически активного населения страны, тех, кто и зарабатывает, и тратит деньги, но в акцент – цены. Профсоюз – не регулятор, но хороший живой консультант. Готовый проверить магазины, чтобы сравнить реальные цены со статистическими. Я слышал, что вы хотите организовать такой народный контроль за ценами в магазинах. Все в отчетах, в статистике и правильно, и хорошо по методикам, и цены не очень растут. Но в магазинах по основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она? Кто, как не профсоюзы, это лучше всего знает. Коснулись в разговоре и проблем большого спорта. Государство делает все, чтобы сформировать в Беларуси высококлассную спортивную среду. Профсоюзы – это фактически первое звено. В 113 школах занимаются 45 тысяч детей и подростков. Как не потерять и разглядеть будущих чемпионов и от самих спортсменов, и от функционеров. Государство и болельщики вправе ожидать большего. Поэтому подходы к работе уже кардинально меняют. Идет очень серьезное переформатирование нашего спорта. Например, биатлон. Раньше всегда было, и в советские времена, комитет госбезопасности курировал биатлон. Мы это оставили с советских времен. Но избрали председателем федерации Вакульчика, председателя КГБ. Я заметил, что министр спорта уже и другие должностные лица, как-то мягко говоря, не управляли этими федерациями. Поскольку большие начальники. Мы решили сделать так. Специалист, крупный специалист, способный управлять федерацией, возглавляет эту федерацию. И на местах с этим согласились. Поэтому идут перевыборы. А Вакульчик возглавит наблюдательный совет. И будет оказывать посильную помощь в развитии биатлона. У профсоюзов огромный пласт спортивный. Ну, по вашим отчетам, вы чуть ли не полтысячи человек выдаете наверх спортсменов, которые готовы стать... Да, кажутся великими. А где они? Их не видно. Поэтому тут нам тоже надо что-то сделать, чтобы у вас целая отрасль была. Чтобы у вас было закончено что-то свое. В поле зрения профсоюзов попало и 744-е постановление правительства. Какие факторы на предприятии должны быть ключевыми, чтобы зарплата выросла. В трудовых коллективах видят недоработки в документе. Это постановление не вычитывает ряд объективных факторов, которые есть сегодня в работе наших предприятий. Это сегодня и сезонность, и специфика предприятий. И сегодня где-то это постановление даже подтормаживает развитие предприятия. Где-то даже искусственно и сдерживает повышение заработной платы. Я уже не говорю о том, что сегодня даже где-то подталкивают руководители предприятий, образно говоря, принимать непопулярные меры. Обсуждали сегодня в кабинете президента еще одно профсоюзное наблюдение. Как насчитываются пенсии родителям в многодетных семьях? Трудовой стаж должен идти за каждого ребенка. Уверены в федерации, а не останавливаться на трех. Еще одно предложение, заранее одобренное, 2018-й назвать годом труда, чтобы поддержать каждого работающего белоруса. Катерина Круталевич, Дмитрий Буй, Наши новости ОНТ. Дмитрий Буй, Наши новости ОНТ.